Смотрите. Игорь Вячеславович, насколько большую воспитательную роль имеют вот такие вот матчи двух поколений, старшего и младшего? Ну, огромную роль имеют такие вещи, потому что детки, которые приезжают на международный турнир «Золотая шайба», они воочию могут пообщаться с теми мастерами, которые прошли огонь и воду, и медные трубы, так скажем, в хоккей. С нами приехали ребята, которые поиграли в национальных сборных, и поиграли за границей, и в Европе, и в Америке. И сегодня, так скажем, несут спортивную пропаганду в массы. И как раз те детки, которые сегодня воочию их увидят и с ними будут на льду, как раз обретают тот психологический маневр лидера, чемпиона, спортсмена. Это очень важно. А в мире вообще практикуются подобные встречи? Вы знаете, в мире такие вещи, наверное, я так думаю, не практикуются, потому что, скорее всего, там все-таки немножечко отстроено по-другому. Там все-таки детский хоккей в производстве более профессионален. Потому что, еще раз повторюсь, на пресс-конференции, скорее всего, из-за нехватки катков у нас в стране, из-за того, что катков достаточно за границей, мы охватываем вот этими матчами как раз студии «Двору», которая сегодня из своего двора попадает на хоккейную площадку. Как директору клуба чемпиона страны вопрос вот такой. Как все-таки нивелировать влияние денег на молодых талантов? Вы знаете, нивелировать влияние денег можно только через жесткую дисциплинированную позицию наших тренеров, только через психологию, только через корни, только через возрождение традиций хоккейного клуба путем всякого рода турниров, воспоминаний, книг, фотографий, собраний, посвященных истории клуба. Мы это пытаемся сделать, и сегодня у нас начинает получаться. Вам нравится, как играет «Красная машина» новой сборки и Ваш ЦСКА? Вы знаете, «Красная машина» новой сборки – это очень хороший маркетинговый ход, возрождение нашей национальной сборной. Она когда-то должна была стартовать, и слава Богу, что те руководители сегодня, которые пришли в Федерацию хоккей России, сделали направление в эту сторону. Сделать из национальной сборной, вернуть «Красную машину» будет очень сложно. Но мы чем сильны, россияне, чем сильны? Мы должны ставить очень высокие задачи, чтобы их решать. Такая же задача перед нами стояла, перед менеджерами, которые пришли в ЦСКА три года назад. Была поставлена серьезная задача – возродить хоккейный клуб ЦСКА. И мы возрождаем это путем результатов, возрождение музея, вот таких вот детских турниров. Я считаю, что все по силам сегодняшнего руководителя Федерации хоккея, чтобы стартовала эта «Красная машина». ЦСКА и его генеральный спонсор, так скажем, выступили инициаторами создания серии фильмов об истории спортивного клуба знаменитого. По каким каналам это будет показано в России? Вы знаете, сериалы, вот такие, скажем, краткометражные, наверное, фильмы, они сейчас проходят аттестацию, проходят определенное количество фестивалей для того, чтобы в формате правильной подачи маркетинга это было освоено и предложено Центральным каналом, в том числе и Первому, и Российскому, и России. И мы пойдем и на Матч ТВ, и КХЛ. Вот. И я думаю, что в ближайшее время и зрители, и дети смогут увидеть это на телевидении, как минимум. Но первая реакция вам нравится, да? Конечно, это же из нашей истории. Спасибо большое. Постойте буквально 20 секунд, я подсниму детальки. Ну, трудно вообще такие турниры организовать? Да вы знаете, я бы не сказал, что это трудно. Я же вот сегодня сказал, что это же наше, нам же это нравится, это же наше. Это наше, мы это любим. И когда есть немного совсем финансирования, совсем немного, да, мы это пытаемся сделать. Вот у нас же это, как-то это же все, ведь хоккеисты, которые приехали сюда, вот если вы видите. Хорошо.